Приветствую всех поклонников авиации, с вами All Fire. Пока все медленно приходят в себя после нового года, я решил сделать обзор на акционный 23-й МиГ, который представлен в ветке Германии. О нем было еще известно давно, на Дэйве, и я думаю, что многие хотели его получить себе в ангар. С точки зрения истории, инфекция МФ была экспертной версией МиГ-23М. В первую очередь самолет отправлялся в страны Варшавского договора, но со временем он появился еще на Ближнем Востоке. А вот что касаемо игры, то пока что в War Thunder нет никакого разделения на ГДР и ФРГ, поэтому вся немецкая реактивная авиация получилась скромной, но разношерстной. Тут можно встретить как Фантома и Старфайтера, так и 19-го и 21-го МиГа. Ну и еще теперь прибавился 23-й. Боевый рейтинг у новинки составляет 11.0, что немного ниже, чем, к примеру, у советского топа МиГ-23МЛД. И во многом по геймплею мы будем похожи на предыдущую модификацию МиГ-23М, потому что по ЛТХ и подвесному вооружению это точно такой же самолет. Единственная разница это то, что мы будем попадать против таких же МиГов. Из подвесов я обычно выбирал сетап, состоящий из четырех ракет Р-60МК и двух Р-23. Р-23 это неплохие ракеты для дальнего боя, но все же они не идеальны. Я использовал как Р-23Т, так и Р-23Р, и могу сказать, что модификация Т мне понравилась несколько больше, потому что эту ракету можно наводить практически незаметно для противника. Достаточно переключиться на ОЛС и поймать подходящую цель. Несмотря на наш захват, вражеская СПО ничего отображать не будет, так как лог идет не с ОРЛС, а с теплопеленгатора. Но все же противник может увидеть маркер ракеты или домовый след, и все так же увернуться от пуска. Так что поразить вражеский самолет удается далеко не всегда. Что насчет нашей обороны против ракет, то на МИГе предусмотрены 12 ЛТЦ. Вот только этого даже для одного воздушного боя мало, поэтому расходовать их необходимо с умом. В основном, летая в РБ, вам придется задействовать скорость. Атаковать противника вы будете в лобовых или на проходах. У МИГа также есть хорошая маневренность. С помощью вручного переключения стреловидности крыла можно завязывать противника в маневренный бой. Однако стоит учитывать, что у врага могут быть такие же 23-е МИГе, или еще лучше, модификация МЛД. Поэтому будьте аккуратны, не стоит терять энергию при первой встрече с противником. Топливо перейти на 20 минут. Если выпадет стандартная карта для РБ, к примеру, Моздок или Смоленск, то этого вам должно хватить. А вот если выпадет Вьетнам с линии фронта, то тут уже стоит заливать полный бак. Такие карты были добавлены из противостояния, и размеры там соответствующие. В целом, МИГ-23МФ мне понравился. В умилых руках это отличный истребитель. Как я уже говорил, от советского МИГа он отличается лишь тем, что находятся в ветке Германии. А немцы частенько залетают советами, так что эта армада из 23-х МИГов может быстро смести вражескую команду. В совместных боях уже не все так радостно. Штурмить особо нам нечем. На выбор у нас есть пресеты с неуправляемыми ракетами С-24 или С-5К, мелкими бомбами по 100 кг или управляемые ракеты Х-23М. Но их всего две штуки. Проблема в том, что на топ-тире у немцев очень мало штурмовиков. По сути, главной по штурмовке сейчас выступает Фантом, ибо у него есть мощные бомбы и ракеты Зуни. А ГМ-65 я в расчет не беру, так как все их две и стоят они дорого. Но 23-ю МИГу и так нечем ответить. Мы конечно можем покидать в танке С-24, но те же ракеты несет 21-й МИГ. Да и против ЗРК это не самый лучший выбор. Поэтому в штурмовке я особо не преуспел. Зато играя против советов, я частенько сбивал вертолеты Камова. Они встречаются практически в каждом бою, и пока они заняты поиском танков, они очень уязвимы. Так что если вы боитесь вылетать в авиационных боях без нормальных ракет, то можете нафармить их с помощью совместных, сбивая винтокрылые машины. ГШ-2 стрел сейчас наносит хороший урон, и проблем со сбитием у меня еще не было. В симулятором боях мой первый вылет как-то не задался. Я оглядывался по сторонам в поиске противника, но меня в итоге сбил союзник. Причем на второй респаун у меня просто не хватило серебра, и полеты в противостоянии я отложил на несколько дней. Вернувшись обратно, и отлетав пару боев, я могу сказать, что в плане геймплея 23 миг ничем не отличается от своих собратьев. Единственное, я не совсем понимаю, почему систему Суть Чужой периодически давала сбой. Пару раз у меня наверлась отчетливо было видно вражеский самолет. Я его захватывал, подлетал ближе, и это оказывался союзный 23 миг. Странное явление, но несмотря на все эти казусы, миг отыграет хорошо. По крайней мере для воздушных боев это комфортный самолет. Что ж, на этом видео подошло к концу, так что не забываем поддержать обзор в лайках Яншелем, а также заглядывать в описание, там много что есть интересного. Ну а я вам, как и обычно, желаю легких фрегов и чистого неба над головой.